Добрый день, уважаемые коллеги! И в качестве эпиграфа к своему выступлению я взяла слова Буты, которые можно в вольном переводе так сказать. Вы можете быть не согласны, что я говорю, вы можете забыть, что я говорю, но помните об этом. Итак, СРК и ВЗК. Два самостоятельных заболевания, имеющие большое медико-социальное значение. Казалось бы, отдельные нозологии, клинические симптомы ВЗК являются исключением для постановки диагноза СРК, но очень много и схожего. Абдоминальная боль, диарея, снижение качества жизни, хроническое рецидивирующее течение, влияние заболевания на социальную активность пациента, появление симптомов рецидив заболевания, неизвестной и определяемой многими компонентами, которые включают в себя и экологические, и психологические, и генетические факторы, связанные с изменением микробиома. И особенно сложно интерпретировать симптомы СРК-подобные у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в фазу ремиссии. И основными положениями моего выступления будут следующие. Это почему возникают СРК-подобные симптомы у пациентов в фазе ремиссии воспалительного заболевания кишечника, как они влияют на течение заболевания, и каковы же все-таки формы взаимоотношений синдрома раздраженного кишечника и воспалительных заболеваний кишечника. И по мнению известных гастроэнтерологов, в частности Квигли, вот эта вот путаница между симптоматикой СРК-подобной у пациента в стадии ремиссии в АЗК, в большей степени обусловлена тем, что кишечник ограниченный имеет репертуар реагирования на повреждения. И уже по традиции клинический пример. Женщина, достаточно молодая, жалуется на учащенный стул, кровь на салфетке, боли в животе, ассоциированные с нерегулярным опражнением кишечника, самостоятельно лечилась и спазмолитиками, и прокинетиками, и препаратами, нормализующими микробиоту кишечника. Состояние не улучшалось. При обследовании никаких изменений в физикальном статусе в общеклиническом биохимическом анализе крови не обнаружено. Диагностирован постинфекционный СРК, так как все это у нее появилось после токсикоинфекции, и геморрой. Пациентке назначено соответствующее лечение, которое не привело к улучшению самочувствия, а сохранялась диарея, появилась кровь в кале. И при обследовании повторном у пациентки были найдены изменения со стороны анализов микробактериальных кишечника кала и повышенной ЦРБ. Сделали колонну фиброскопию, обнаружили признаки эрозивного колита, изменения гистологические, характерные для язвенного колита. Поставили диагноз язвенного колита впервые выявленный, назначили лечение препаратом месолазином, достигнута ремиссия клиническая, эндоскопическая. Больная была переведена на поддерживающий прием месолазина, и вновь у нее появились абдоминальные боли, нерегулярные опражнения кишечника диарея, сменяющиеся запорами без патологических примесей в кале. Больная повторно поступила на обследование в госпиталь, и ей было проведено уже полноценное обследование как пациентке с абдоминальными болями и с нарушением опражнения кишечника, то есть проводилось исследование на кишечные инфекции, антитела к трансглутаминазе, проводилось исследование гормонов щитовидной железы, ультразвуковое эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта, которое не выявило никаких особых изменений, и пациентке поставили диагноз язвенный колит в стадии ремиссии, СРК, подобная симптоматика. Вот взаимоотношения СРК и ВЗК, это как бы такая вот мутная тема в гастроэнтерологии, и выделяют как бы две основные гипотезы. СРК – это предстадия воспалительного заболевания кишечника, и особенно это касается постинфекционного СРК, и имеется как бы такая эволюция перехода постинфекционного СРК в воспалительные заболевания кишечника, или же воспалительные заболевания кишечника – это основной диагноз, а синдром раздраженного кишечника – это просто ошибочно ранее не поставленный диагноз, а никакая не эволюция синдрома раздраженного кишечника. И почему возникает вот такая гипердиагностика синдрома раздраженного кишечника? Наверное, это вытекает из международных рекомендаций по определению синдрома раздраженного кишечника. Что это такое? Это абдоминальные боли, ассоциированные с нарушением дефекации, которые у пациента наблюдаются в течение какого-то времени, и при обычных методах обследования, при рутинных, у них не находится никаких структурных изменений, и хотя последние римские критерии. И считают, что симптомы СРК-подобные могут маскировать другие заболевания, в частности воспалительные заболевания, целиакию, микроскопический колит, но все равно для диагностики синдрома раздраженного кишечника желательно проводить минимум диагностических обследований, потому что наиболее часто у пациента при наличии типичных симптомов все-таки диагностируется синдром раздраженного кишечника. И симптомы тревоги по международным рекомендациям рекомендуется исключать тогда, когда неэффективность проводимой эмпирической терапии или тогда, когда у нас есть какие-то сомнения в отношении достоверности диагноза синдрома раздраженного кишечника. Более запутанной является распространенность СРК-подобных жалоб у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника по достижению ремиссии. Первые представления о том, что эти симптомы возникают часто, появились после публикации еще в 80-х годах 20-го века, потом количество этих публикаций все более увеличилось, и на этом слайде приведены результаты исследований более чем 1000 пациентов, и вы видите, что частота обнаружения СРК-подобных симптомов при воспалительных заболеваниях кишечника в разных исследованиях колеблется достаточно сильно, от 11 до 60%, но все-таки эти симптомы у пациентов по достижению ремиссии воспалительного заболевания кишечника возникают достаточно часто, и есть исследования, что СРК-подобная симптоматика в фазе ремиссии возникает у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и даже при нормальном уровне фекального кальпротектина. И какие мы основные выводы можем сделать из этих клинических исследований? Что СРК-подобные симптомы при стадии ремиссии воспалительных заболеваний кишечника – это непростое совпадение, потому что распространенность СРК 10-20%, а у больных с воспалительными заболеваниями кишечника в фазу ремиссии частота возникновения СРК-подобных симптомов больше 30% от 20 до 59%. Наиболее часто эти симптомы возникают у женщин при наличии у них повышенного уровня тревоги, депрессии, соматизации. И еще что очень важно, что ни степень, ни тяжесть воспаления при первичном проявлении, ни особенности терапии пациента не предсказывают вероятности возникновения СРК-подобных симптомов в период ремиссии воспалительного заболевания кишечника. Почему могут у пациентов в ремиссию воспалительного заболевания кишечника возникать СРК-подобные симптомы? Это исходя из патогенеза формирования этих симптомов. Какой патогенез? Ну, прежде всего, это избыточная повышенная кишечная проницаемость, связанная у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, снижением экспрессии белков плотных соединений, с нарушением экспрессии сигнальных рецепторов ТОЛ-подобных, что обуславливает повышенную проницаемость и длительное оккультное низкоактивное воспаление. У пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, наверное, есть нарушение коммуникационной оси, мозг, кишечник, микробиота, гипербдительное состояние центральной нервной системы, соматосенсорных отделов, уже подготовлены хроническим воспалительным процессом к дезрекуляции сигналов энтеральной нервной системы, к нарушениям моторики желудочно-кишечного тракта. Ну и, естественно, нарушение микробиома, имеющееся у пациентов с ВЗК, с СРК, это уменьшение пула микробов комиссальных с увеличением количества и изменением качества микробов с провоспалительным потенциалом. И предполагаемая модель патогенеза СРК-подобной симптоматики у нашей пациентки заключается в том, что вот эти все механизмы нарушения проницаемости, низкоактивные воспаления, психосоциальные факторы, которые послужили причиной обострения, наверное, симптоматики, и обуславливают цензомоторную дисфункцию желудочно-кишечного тракта и развитие СРК-подобной симптоматики. Проводили исследования по изучению болевых порогов чувствительности у пациентов с СРК и с воспалительными заболеваниями кишечника в стадии ремиссии, и оказалось, что у пациентов с ВЗК пороги болевые оказались значительно сниженными и сохраняются и в течение длительной ремиссии заболевания. Как влияют СРК-подобные симптомы на течение воспалительного заболевания кишечника в фазу ремиссии, эти пациенты показывают более низкое качество жизни, у них чаще выявляются симптомы тревоги, депрессии, вероятно, это связано с этим низкоактивным воспалением, и биомаркеры в дифференциальной диагностике синдрома раздраженного кишечника и СРК-подобных симптомов при воспалительных заболеваниях в стадии ремиссии могут нам помочь в дифференциальной диагностике, а правильная интерпретация этих симптомов у этих пациентов очень важна, потому что это определяет, какую терапию мы им будем назначать. Но все-таки всецело на них полагаться не стоит, потому что имеются работы, в которых показано, что у пациентов ССРК могут быть высокие уровни кальпротектина, то есть ни один из биомаркеров достоверно все-таки отличить функциональное расстройство от воспалительного заболевания кишечника в стадии ремиссии не может. И практический алгоритм диагностики можно представить таким образом. Клинические симптомы, исключение симптомов тревоги, полноценное обследование пациента для исключения органического заболевания и в последующем предложить пациенту ту или иную терапию, какой диагноз и как интерпретировать мы будем у них эти симптомы. Актуальность проблемы заключается в том, что если это гипердиагностика, обострение воспалительного заболевания кишечника, это необоснованная госпитализация, необоснованное усиление противовоспалительной терапии, а исследования показали, что эта терапия увеличения дозы, например, месосалазина, оно примерно такое же, как и влияние плацебо, а назначение каких-то других препаратов – это и возможность побочных эффектов. И в то же время базовая терапия недостаточно для купирования СРК подобной симптоматики. И в настоящее время все-таки таких вот общепринятых подходов к лечению СРК подобных симптомов у этих пациентов не выработано. Имеется сообщение, что некоторым помогает диета с низким содержанием ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов. Имеется сообщение, что помогают им трициклические антидепрессанты и помогают спазмолитики. Цель терапии – изменить естественное течение заболевания, но в то же время не спровоцировать обострение воспалительного заболевания кишечника, настоящее с эндоскопическими гистологическими проявлениями, но купировать абдоминальный синдром, нормализовать опорожнение кишечника. То есть терапия должна быть максимально безопасной. И сейчас пока рекомендуется проводить лечение СРК подобных симптомов у пациентов в стадию ремиссии воспалительных заболеваний кишечника, ориентируясь на те рекомендации, которые даны в отношении пациентов с синдромом раздраженного кишечника. И вот эту схему вы все прекрасно знаете. Это клеточно ориентированная терапия синдрома раздраженного кишечника. И в этой терапии большое значение имеет воздействие на повышенную чувствительность энтероэндокринной системы к периферическим стимулам, нормализация вестеральной гиперчувствительности и моторной активности кишечника. А такими препаратами, которые оказывают на это влияние, это являются препараты спазмолитики. И по данным анализов системных спазмолитики при СРК все-таки имеют эффективность больше, чем 50%. Показатель ННТ составляет от 2,5 до 5. В настоящее время мы обладаем большим арсеналом спазмолитических препаратов, которые воздействуют практически на каждое звено мышечного сокращения. С 60-х годов 20-го века для лечения СРК подобных симптомов стали использовать и до сих пор используем эффективно препараты мебиверина, которые блокируют натриевые каналы, препятствуют деполяризации мембраны, воздействуют одновременно и на кальциевые каналы, и таким образом препятствуют обратному оттоку калия, то есть не только оказывают антиспастический эффект, но и не вызывают гипотонию. И слава Богу, что сейчас, особенно в наше время, у нас появились достойные отечественные дженерики мебиверина. Это препарат мебисполин, и есть дозировка 135 и 200 мг. Мы в госпитале активно применяем этот препарат с очень хорошим эффектом. И обзоры последние по мебиверину показывают, что эти препараты этой группы все-таки хорошо снимают спазм, уменьшают вздутие живота, нормализуют чистоту, консистенцию кала, обладают хорошим профилем безопасности, что особенно важно для пациентов с воспалительными заболеваниями в стадии ремиссии. И в заключении я хочу сказать, что под маской синдрома раздраженного кишечника могут протекать органические заболевания, в частности воспалительные заболевания кишечника, что требует дифференциального диагноза. И несмотря на то, что у этих пациентов уровень кальпротектина может находиться в норме или в серой зоне, дифференциальный диагноз следует проводить в полном объеме, обследовать этих пациентов. Принципы лечения пока еще не отработаны, но препарат мебисполин является достойным препаратом, который мы можем назначать этим пациентам. И в заключении я хочу сказать, вернее вспомнить слова Вивьен Грин, жизнь не в том, чтобы пережидать шторм, она в том, чтобы учиться танцевать во время дождя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова